Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Наступил октябрь, вот видно на улице выпал снежок. Но сейчас он закончился, просто холодно. Конечно, он неминуемо стает, еще будут хорошие погожие денечки. И планирую снова посетить участок. А сейчас хочу сказать несколько слов о соленых арбузах. Вот, как раз вчера принес из погреба соленые арбузики. А надо заметить, в этом сезоне я занимался солением арбузов, огурцов самостоятельно. Несколько лет этого не делал, но в этом году было свободное время. И решил снова заняться этими вопросами. И вот арбузы были посолены в том числе. Вот такая баночка, она под капроновой крышкой. Видно, часть уже израсходована. Непосредственно вчера их истратили. Соленые арбузы приготовить очень просто. Берется арбуз. Ну, желательно использовать арбуз не самый спелый. Во-первых, спелый можно и так скушать. А вот такие розовые, или даже более светлого цвета, мякоть арбуза, вполне пригодны для засолки. Как я это делаю, кратко напомню. Режу арбузы кусочками, ну, примерно вот такими. Все равно можно сориентироваться, хотя они уже посолены. Это несущественно. Можно резать их покрупнее, можно резать их помельче. И все это дело укладывается в банку. Здесь еще два момента можно выбрать кулинару. Можно эти арбузы укладывать в банку вместе с кожурками, не отделяя. А можно уже очищенными. Вот как здесь. Я так делал. То есть арбузы отделены от кожурки. Вытащил вот ломтик арбуза сразу запах такой приятный. Соленых арбузов. Кто пробовал, тот знает. И вот арбузы укладываются в банку полностью под завязку и заливаются раствором. Раствор очень простой. Он делается из простой холодной воды. Кипятить не обязательно. Ну, конечно, желательно использовать качественную воду или колодезную, или артезианскую. Если в квартире вы это делаете, то лучше брать отстоянную воду не менее суток. И вот рассол делается так. Берем 60-70 грамм соли, не эодированной, на литр воды. Разводим в какой-нибудь емкости и заливаем уложенные в банку порезанные арбузы. Залили, закрыли крышкой обыкновенной, капроновой, без всяких изысков. И все. На трехлитровую банку уходит чуть больше литра рассола, на двухлитровую поменьше. И после этого эти арбузы можно убирать в погреб. Они там начинают потихоньку бродить. И вот сейчас уже к октябрю месяцу прошло, ну не знаю, недели три, наверное, как я их готовил. Вполне можно их использовать. Единственное, желательно посматривать за этими арбузами. Поскольку при брожении часть рассола выделяется. Арбузы уплотняются, может быть, немного. Страшного в этом ничего нет. И рассол, ну хотя бы иногда, надо подливать. Собственно и все. Больше никаких проблем с арбузами нет. После того, как арбузы перебродят, они могут стоять и год, и больше. И практически никакого контроля за ними больше не потребуется. Такой способ засолки арбузов очень простой, очень быстрый, как раз для меня. Я не люблю долго возиться с этими процедурами. Единственное, что на выходе, когда арбузы засолятся, получается вот такие вот симпатичные на вид арбузики. Но они имеют вкус очень резкий. Они довольно кислые, довольно соленые, резкие. Поэтому их, конечно, можно кушать и сразу, после того, как принесешь из погреба. Но они все-таки рисковатые, как говорят кулинары. Поэтому, чтобы арбузы были гораздо более вкусными, я предпочитаю делать именно так, то требуется, перед тем, как их использовать, провести определенную подготовку. Редко кто так делает, но, тем не менее, я ничего сложного в этом не вижу. Что мы делаем в этом случае? Примерно из расчета на порцию арбузов, сколько мы планируем скушать в ближайшее время, готовим специальный сироп. В этом случае готовится сахарный сироп. Тоже беру воду. Но это уже дома делается, поэтому вода отстоянная не менее суток. Вот для такой порции арбузов, которую я собираюсь окончательно уже приготовить для непосредственного использования, ну вот столько сиропа будет нормально. Это примерно пол-литра. И вот здесь уже самый главный элемент творчества наступает. Для такого количества сиропа можно использовать определенное количество сахара. Я использую две столовых ложки. Вот таких, самых обычных. Сверхом. Можно использовать три. Можно использовать меньше. Тут уж кто как хочет. Но я вот даже две с половиной использую. От того, насколько будет сладкий вот этот сироп, будет зависеть и вкус получившегося потом арбуза непосредственно перед употреблением. Здесь эксперименты могут длиться очень долго. Пробуйте, как вам удобно. И потом уже выберите нужный для вас вариант. Ну за основу можно взять вот такое количество сахара. Вот сироп готов. Тщательно можно не размешивать. Потому что он там потом окончательно разойдется сам по себе. Теперь, поскольку я буду использовать непосредственно эту кружку, сюда и опускаю вот эти арбузы, которые находятся пока в банке. Вот сюда я их складываю. Сколько добавлять арбузов на пол-литра рассола? Ну примерно, если очень грубо. Ну где-то столько же. Ну может чуть меньше. Опять же, это зависит от вкусов каждого любителя соленых арбузов. Вот, если мы сделаем рассола побольше, а самих арбузиков поменьше, то они будут более сладкие, не такие резкие после окончательной обработки. Если арбузов положить побольше, они будут чуть больше кисловатые. Но в любом случае, уж поверьте, они получаются очень вкусные. Я вот сделаю примерно так. Видно, арбузы всплывают, поскольку еще брожение не прекратилось. Но использовать их уже можно. Вчера уже скушали довольно много арбузиков. Вот эти арбузы опускаю в эту емкость, в данном случае кружка. И все. Теперь, это можно поставить куда-нибудь в прохладное место, или в холодильник, или вот на лоджию я сейчас уберу. Прикрою крышечкой, и пусть эти арбузики стоят. Сколько нужно выдержать арбузы в сиропе до использования? Ну, здесь тоже, опять же, зависит от вкусов каждого кулинара. Арбузы выдерживают, ну, примерно часов 8. Можно 10, можно меньше. Чем меньше арбузы в сиропе, тем они будут более резкими. Это определяется экспериментально. А те арбузы, которые остаются в банке, они хранятся в холодильнике, после того, как из погреба принесены. Вот эти арбузы, они могут стоять довольно долго, они практически не портятся, потому что здесь рассол очень крепкий. И, по-моему, даже если хранить их при комнатной температуре, с ними ничего не случится. А вот эти арбузы, когда постоят в холодильнике, и уже будут извлечены оттуда, и уже будут готовы к использованию, они уже в холодильнике храниться так долго не могут. Их нужно расходовать за день, за два. С этим проблем, как правило, никаких не бывает, поскольку арбузы получаются настолько вкусными. Вот вчера, например, скушали их за один присест. Все вот эти арбузики сегодня еще буду готовить к завтрашнему дню. Друзья придут, так что будем лакомиться арбузиками. Вот такой очень простой, но, может быть, необычный способ засолки арбузов. Некоторые скажут, а зачем так сложно сначала солить арбузы крутым рассолом, потом их вымачивать. Но дело в том, что с целью экономии времени, когда засаливаешь, времени нет. Это приходится делать летом или осенью. Поэтому проще для меня сделать именно так. Залил арбузы рассолом и, говоря по-простому, про них забыл. А потом уже, зимой, или когда мы будем использовать эти арбузы, ничего трудного нет, залить их на какое-то время рассолом перед приготовлением. Очень просто, на мой взгляд. Ну, а качество таких арбузов, я не знаю, как сказать. Пробовали многие мои друзья. И все были приятно удивлены. Скажу еще пару слов о том, что вот сейчас рассол в банке выглядит мутным. Пусть это вас ничуть не смущает. Во-первых, пока я нес банку из гаража, она немного разболталась. И поднялась вот эта вот муть с донышка. Когда долго стоят в погребе такие арбузы, то есть вот этот рассол становится прозрачным. Ну, а то, что он мутный, ничего страшного в этом нет. Напротив, это признак того, что процесс идет нормально и с арбузами все в порядке. Ну, а потом уже, когда арбузы будут готовы, оставшийся рассол оказывается чистым. Кроме того, он имеет замечательный вкус. Его можно использовать для приготовления выпечки. Так что арбузный рассол, как, впрочем, рассол других культур, после окончательного приготовления этих вещей, он тоже имеет определенную ценность. Сам я тоже очень люблю такие арбузы. И они никогда долго не задерживаются в погребе. Все расходуются очень хорошо. Подобным же способом можно солить и огурцы, и кабачки, патиссоны, баклажаны, еще, может быть, что-то не назвал. Даже дыни можно солить таким способом. Здесь только нужно учитывать то, что количество соли при приготовлении первичного рассола нужно брать на литр для каждой культуры по-своему. Ну, если коротко, кому интересно, скажу, что для арбузов это 60-70 грамм, для помидоров это 70-80, ну, а для капусты и каких-то более плотных культур где-то 90 грамм на литр. В остальном принцип один и тот же. Заливаем сначала крутым рассолом, после того, как все это перебродит, достаем из погреба и заливаем сиропом. Количество сахара добавляется по вкусу. Время нахождения в рассоле тоже определяется экспериментально. На мой взгляд, очень просто и получается очень вкусно. Попробуйте. Ничего сложного в этом нет. Может быть и вам понравится. Меня когда-то этому научил один хороший человек. И вот я с тех пор этот способ частенько использую. В конце пожелаю всем огородникам приятного аппетита, хороших урожаев в следующем сезоне. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok